Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава Насо. Это книга Баймедвар. Говорит все вышли, что вышлите из стана всякого прокаженного, всякого, что плоть истекает слизью. Эти все категории нужно выслать. Человек, который заражен проказой, не имеет права жить ни в каком из стана. У нас три стана. Есть стан Шьяны, это храм. Есть стан Левитов вокруг храма. И есть стан Исраэль. Все остальные люди здесь. Прокаженный не может жить на территории всех этих трех станов до того, как исцелиться. И он живет в Нестане, в доме прокаженных. Есть такой дом, как мы знаем, из Станаха. Если человек Зава или Зава, это человек, у которого плоть истекает слизью, этот человек живет в стане Исраэль, в стане Левитов или в стане Шьяны, он жить не может. Ему не надо жить за станом. Если человек кого-то похоронил или участвовал в похоронах, или отронился до мертвого человека, то у него семидневная нечистота, и он не может только заходить в храм. И в стане Левит, и в стане Исраэль он может жить. И мы знаем, что он очищается пеплом рыжей коровы в третий день, после того, как прикоснулся к мертвому человеку. Или в третий, в седьмой день, и тогда он уже может, в седьмой день заканчивается, темно уже, звезды вышли, он уже может войти в храм. И за что такое наказание, самое сильное, это царат? В основном за то, что мы творим своим языком. Говорим, что хотим. О ком-то, чем-то говорим. Пытаемся о ком-то что-то рассказать. То, что не надо, что-то слышали. Даже если это правда. Это может возникнуть. Даже, если нам кажется, даже человек праведник. Вот мы смотрим. Мирьям, праведница, поговорила о благом деле. Пришла к своему брату, первосвященнику Агрону. И говорит, наш брат Маше неправильно относится к своей женой. Я ее встретила. И сказала, что она какая-то красивая. Но она сказала, что. И я, говорит, поняла, что Маше, как на женщину, не обращает на нее внимания. За то, что они так поговорили. Всевышний покрыл Агрона проказой и сразу убрал проказу. Чтобы не позорить первосвященника. А Мирьям была покрыта проказой с ног до головы. И Агрон говорит, извини, господин наш Маше, вы глупо поступили. Молись за нас. Маше, естественно, его брат и сестра пострадали. Молись за Всевышний, исцели ее, господин. Не будет она как мертвец полуистлевший. Ну, Всевышний сказал Маше. Если бы, отец плюнул ее в лицо. Разве могла бы она свободно быть в доме? Пусть живет в Нистана семь дней. И Мирьям была семьями в Нистана. Позже она вернулась. Мы ее все ждали всем Станом. И все. Пошли дальше. Но. Что это такое? Что она сделала такое? Казалось бы, имела она право. Все-таки первосвященник. Говорит, ну прийти, сказать то, что ты думаешь. Оказывается, нет. Правильность, как Зильвер был в своем памяти. Он говорит, если бы она пришла к Маше. И все, что она думала, на эту тему ему четко сказала, она бы была права. Но так она сказала третьему лицу, невзирая, что он их родной брат, и что он первосвященник, и все. То поэтому она была поражена проказой. А что она видела? Она поняла по своим домыслам, что Маше не спит с женой. Хорошо. А задуматься почему? Мы же с вами знаем, когда мы подошли в хоре, в горе Синай, Всевышний сказал, будьте готовы к третьему дню, не приближайтесь к женщине. Маше вообще сказал народу, чтобы три дня не приближались к женщине, чтобы ничего не перепутать, потому что будем разговаривать со Всевышним. Это мы знаем истории. А Маше-то все время разговаривал со Всевышним. Он мог заходить в храм святая святых. Он все время узнавал, как поступать по законам Торы во многих случаях. Он должен был говорить, как он мог спать с женой. Конечно, он не мог. Поэтому то, что может видеть Всевышний, не могла видеть Мирьям. Она смотрит только со своей стороны. Она видит только одну сторону. А всего она видеть не может. Поэтому надо всегда думать перед тем, что что-то говорить. Хотя бы понять из этого урока, что надо идти к тому человеку, о ком ты хочешь поговорить, говорить с ним, чтобы это не было на что на разное языче. Маше тоже Всевышний говорит. Маше, ты пойдешь, выведешь народ Израиля из Египта. Маше сопротивлялся. Это было много, это не одна неделя, это много времени был. Это разговор на горе Хорево. Это было тоже. И Всевышний поэтому тоже показал ему, что такое проказа. Его рука была покрыта проказой. Он говорит, он покажет знамение людям, что твоя рука будет покрыта проказом, чтобы люди верили, что явился Всесильный. Маше испугался. Всевышний говорит, сунетую руку за пазуху, Маше всунул за пазуху, вынул, она опять стала плотью. То есть, он не просто так был поражен проказой. Тоже так наши мудрецы говорят. То есть, все зря не происходит. Все наши действия мы должны обдумывать. Всегда. Во всех ситуациях. Потому что Всевышний не любит, если мы разговариваем. Хочешь разговаривать? Всевышний разрешил. Говори. С утра до ночи. У тебя есть Тора. У тебя есть много книг. Если тебе тяжело читать Тору, ты устаешь. Читай Медраж. Читай другие рассказы кошерные. Пожалуйста. У тебя огромное количество литературы. Можешь разговаривать, рот пусть не закрывается. Но просто поговорить на отключенные темы, особенно с человеком третьим, о ком-то другом, это четко запрещено. Поэтому вне всех трех станов человек, который так делает, живет вообще за всеми тремя станами. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем желаю крепчайшего здоровья. Всем браха, парнаса, кавана, мазлы, то, что мы это время не грешили. Учили Тору. Молимся зависит от списка, которых у нас есть, людей, которые просят, чтобы за них молились. И до следующих встреч. Надеюсь, она состоится завтра в 15 часов. Пусть срочно кончится страшная война. Ша-лом. Музыка. 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 Продолжение следует...